Всем привет. Это новый влог в новой роли. Отец и мать. И дитя. Может, мама и папа звучат нежнее. Ну да. Короче, сегодня у нас предстоит первая прогулка с малышом. А будем мы пробовать новую коляску. Сейчас его там закутаем как надо. Ну как, сегодня плюс один. Плюс, а может и уже и не плюс даже. Но нам сказали, что можно гулять 15-20 минут. Поэтому мы выходим примерно вот так вот. Недалеко от дома. Потопчемся. Как раз около 15 минут. От 15 и дальше уже можно больше, больше, больше. Да. Сейчас вот я одеваю. Где наш Виктор? Вот так. Ага. Вам угол, Санаташа, разворачивает. Ну и в принципе вот еще один матрас. Пустили в коляску. Еще вот это одеяло будет. Так что, вполне тепло, я думаю. Как-то так. Вот такой амугус у нас получился. Закроем. Это тоже закрываем попозже. И выходим. Ну что же, Витек первый раз на воле. Первый раз вышел в большой мир. Ну что, он, конечно, дрыхнет, но пофигу. Пока что на все. Но в целом. Валера, засек время. Как по нашим дорогам передвигаться нормально? Ну, плавненько идет. Ну, понятно, мы еще пока по более-менее идем дороги. Потому что... Че? Че я? Я говорю, Валера засек время. Как какой-то ответственный отец. Не больше 15 минут. Я говорю, да ладно, 20-25, если будет не страшно, я думаю. Я, ребята, вышла гулять в шарфике, который связала мне Лара. Такой зеленый. Несмотря на то, что он зеленый, он все равно выглядит прям осенним. Потому что такой немножко приглашенный цвет. Вполне себе выглядит как... Ну вот, да, типа октябрьский такой шарфик. Вот Ларе большое спасибо. Уже я надела курточку, в которую вообще хожу так зимой. Но на зиму надо покупать что-то новое. Теплее. Потому что у меня этой куртке уже много лет. Не то, чтобы я там типа экономлю или что-то такое. Нет. Как бы деньги на новую куртку есть, на новые сапоги там и прочее есть. Но просто как будто вот тупо не найду время сесть, посмотреть, заказать. Вот это вот все сделать. Вот у кого такая же проблема? Напишите. Что вот некогда сесть, выбрать, заказать и отвезти на это именно какое-то время. А так надо бы дозатариться. Валерия, кстати, тоже пора бы закупиться. Есть зимнюю куртку, надо по-любому купить. Да, нам обоим надо, короче. Уже сделать закупку зимнего шмота. Потерок у нас сегодня душевный, ребят, как оказалось. Причем около дома все было нормально. Прошли чуть подальше. Просто капец. Что за Северный полюс вообще начался? Я думаю, еще Хэллоуина даже не было. Я вспоминаю, что вот в позатом году, позапозатом, когда мы устраивали вечеринки на Хэллоуин. Да блин, мы ходили, по-моему, в толстовках и в джинсах. Все. Ну, может быть, какая-то легкая курточка была там с собой на запас, да? Как считаешь? По-моему, да? А сейчас прямо еще ноябрь. Вроде да. Что-то прямо подморозило конкретно. А может быть, после Таиланда уже просто отвыкли. Я ищу ковку не фигурую. Особенно Валера. Я-то в Таиланде так была. Не сильно много, а Валера-то вот. Так что вот обвернулась шарфиком, потому что дует. Ужасно. Но сейчас домой, когда придем, сразу чека заварим тюкенького. Супчик Валера навернет, короче. Снимаем тут рилс одновременно. Ну что ж, пришли мы с улицы. Малыш у нас все еще спит. На улице не просыпался вообще. Даже когда мы шли по такой дороге, где-то вот так вот все. Пофиг. Спит. Сейчас положила его там, расстегнула. Шапочку сняла. Все равно спит. Включила на фон, короче, заставки. Вот эти любимые мне очень нравятся. На YouTube есть всякие, там знаете, типа вечерний джаз. Или там приятный осенний день в парке. Не знаю, там завтрак в уютном кафе. Вот такое всякое. И включила у них этот... Сейчас там Хогвартс. Хэллоуин в Хогвартсе, кажется. Хэллоуинский вечер в Хогвартсе или что-то такое. В общем, вот на фоне музычка такая из Гарри Поттера. Самое то. Свет у меня идет просто от подсветки моих растений сейчас. Я же вовсюду включаю им до света. Настало, потому что самое время, когда пора это делать. Тут еще, ребят, курьер принес посылочку. Вчера, кажется, ребята, вчера. С Алиэкспресс я заказала новую лежанку, когтеточку, два в одном для кошек. Хочу вот вместе с вами открыть. Сейчас потише можно ничего делать. На паузу. Кстати, думаю, может быть вечером или завтра с Валерой посмотреть Гарри Поттера. Почему бы нет? Короче, давайте вместе с вами распакуем, распатроним. Все еще тяжело. Вот такая вот штучка. Она какими-то же гутами обшита, не знаю, обклеена или как это сказать. Слушай, она попахивает, конечно, такое. Надеюсь, она выветрится и не будет так вонять. Видите, одновременно здесь котик может прилечь. Потому что такое донышко чуть-чуть заниженное. Как раз удобный дом будет. Но я думаю, они лягут только после того, как выветрится. Это вонь тоже, знаете, пахнет каким-то таким китайским клеем. Здесь ушки, чтобы было понятно, как бы, чье здесь лежбище, да. И, соответственно, да, это как-то точка, потому что все обклеено или обшито вот такими этими жгутиками. По-моему, симпатично выглядит. Я думаю, что Фифи будет пользоваться. Насчет Ники, не знаю. И надо решить, куда поставить. Наверное, вот противоположный уголок. Вот здесь вот в зале. Валера, кстати, наконец-то заказал стеллажи. Так это называется, Валер, стеллажи, да? Да. Да, у нас наконец-то будут стеллажи в зале, которые можно поставить там книги, какие-то мои цветы. Ну и, собственно, да, колонки, конечно же. Через которые мы слушаем музыку, там смотрим телек. Вот, всякие там свечки. Ну, короче, такое. То, что у нас, в общем, стоит сейчас здесь просто на полу, вот так вот. Все это поставить туда. И вот в уголочке как раз как этиточка. В общем, так еще и лежит. Видите, ребят? Не стала я его доставать. Эти штучки просто так распахнула. И все. Вот кто-то говорит, что малыши после улицы там лучше спят какое-то время. Или на улице лучше вырубаются. Не знаю, мы погуляли минут 25. Ни разу он там, да, не просыпался. И вот домой пришла, вот так вот раскрыла. Нет. Все еще продолжает. Ну ладно, не буду будить. Как проснется, так проснется. Буду уже кормить. Пойду сейчас чаечко заварю. Короче, мне кажется, что как этиточка вот в этом месте пока что самое то. Лежанка как этиточка. Может быть, даже Грета на нее будет ложиться. Кто знает. Грета вообще в этом углу, кстати, любит лежать. Но, наверное, для нее покажется очень жестко. И пока что, да, она еще и воняет. Для нас так тарахтит тачка. Реально машина на заднем фоне орудует со всей дури. В общем, ладно, остали пока тут. Всем привет от Фифочки. Лежит на корзиночке. Скоро у нас здесь будут, наконец-то, прикроватные ящички. Тумбочки, точнее. Ну, там с выдвижными, конечно, отсеками. Не прошло полгода, короче. Да, Валера все заказал. Ну, а Фифилип любит просто так здесь лежать. Ну, вообще, думаю, да, они когда у нас появятся, она будет на них тусоваться постоянно. И на стеллажах, которые Валера тоже заказал. Короче, везде. Да, Фифа. Так, мама моя к нам зашла. Я сейчас потихонечку буду краситься до блога. И в 16.20 еще сегодня пойду в клинику к гинекологу. Записала, чтобы посмотрели мне шов. Пойду сейчас укладываться. Пока что такая вот вся пушистая. Короче, да, меня беспокоит мой шов. Понятно, что на заживление там достаточно времени еще должно пройти. Но мне не нравится, как выглядит кожа около него. Она не должна быть красивой. После операции это логично, что там должно быть такого. Но мне не нравится, у меня кожа как-то там слишком выпуклая, прям не до швом. И для своего успокоения я все-таки решила лучше, блин, сходить в клинику. Пусть все посмотрят, мне скажут, нормально это, ненормально. Еще раз посмотрят мою выписку, заключение из роддома. И, может быть, еще дополнительно дадут какие-то рекомендации. Короче, вот такие сегодня планы. А на улице, блин, идет снег. Не, ребята, я, конечно, в шоке. Хэллоуин еще даже не пришел. Что началось-то? Ничего не попутали? Праздник к нам приходит, что ли? Всегда соком добрый. Так получается, да? Пришли мне тут еще новиночки от Be Color. Это вот косметик 7 Days под категория. Короче, буду снимать макияж в выходные. Ух ты, смотри, как классно. Прикольно выглядит. Короче, тут палетка. Здесь много еще новинок в косметичке. Вот в такой прозрачной сеточку. Да, буду делать макияж в выходные. Что-нибудь такое придумаем эдакое, интересненькое. И вообще мне надо еще макияж сегодня домонтировать. Выложить рилос, который я, блин, снимала еще до того, как легла в роддом. Все никак не доделаю и не публикую. Еще, ребята, я ведь вам так и не показывала, что подарили Насте с Заком. Когда приезжали из Африки, да, летом, но они приезжали еще в мае и до середины лета почти что были, да, в России. Если вы помните, к нам в гости приезжали. И вместе мы потом были в Москве. А и в мае мы тоже гуляли, вот как раз увиделись. Короче, из Африки они привезли вот такие вот игрушки в виде слоников. Очень символично. И это вот такой слоник у него в ножках, кажется, или где? А, нет, в теле, в теле. Короче, в теле установлен какой-то вот бубенчик. Очень интересные звуки издает. Смотрите, какие успокаивающие. Послушайте. В общем, прям приятный такой очень звук. И вот такая еще погремушка тоже со слоником. Ну, это когда повзрослее уже будет, Витек. Витек, Витек. На самом деле, мне нравится Витя. Больше, если уж говорить как-то про уменьшительно-ласкательные, тоже вот слоник. Вот такие подарочки. В общем, нам ребят привезли, да, тогда. Такому не показывала. Вот скоро, потому что ими уже будем пользоваться. Достала их поближе. Еще мне пришли тут два письма. Валера на почту ходила, забирала. Такая милейшая открыточка. Такая осенняя здесь картинка с лисичками, с тыквами, с привидениями. Осень, флажки, рыжи. Все в одном месте, все, что я люблю. И это с Домодедова пришла открыточка от Даши. Смотрите, вот Даша пишет, что никому из девочек, в том числе мне, не дошла открытка от тебя, которую ты подписывала 15.08.23. Почта России трэш. Ну, хочу сказать, что пришла открытка одной из девочек. Точно она меня отмечала в Инстаграме, в сториз. Но хочу отметить, что в последнее время, я не знаю вообще почему, Почта России даже по России очень медленно шлет письма и открытки. Вот прям, знаете, идет такое ощущение, как будто не по России отправление, а как будто в другую страну. Может быть, вы помните, я из Петербурга отправляла открытку. Делала небольшой такой в Телеграм-канале своем, ну, не знаю, конкурс это назвать или не конкурс. Короче, открыточку из Петербурга. Это было все в 20-х числах августа. И хотите узнать, когда пришла девочка открытка? Короче, смотрите, она шла из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону. Ну, казалось бы, что такого? По России, раньше, по крайней мере, раньше, прям очень быстро все доходило. Сейчас, вот сейчас действительно проблема, и многие это признают, и посткроссеры это признают. Я снимала даже, как я отправляла эти открытки. У меня есть кружочек в моем Телеграм-канале, где я отправляю вот эти открытки, о которых здесь сказано вот 15-го августа. Да, то есть у меня даже есть доказательства в Телеграм-канале, если порыться, что я их отправила. Ну и вот, значит, из Петербурга где-то 26-го числа, наверное, я отправила открытку в Ростов-на-Дону, и только в октябре она пришла. Девушки, как вам такое? Это просто невероятно. Она мне писала, что, блин, Наташа, наверное, открытка затерялась, а может быть, как-то можно отследить. Я говорю, обычную открытку, увы, никак нельзя отследить, потому что это просто обычное отправление. Если бы она была заказная, то, да, другое дело, можно было бы ее подслеживать. А тут обычное, ее никак не проследишь. Ну, короче, представляете, два месяца почти что шла открытка по России. Я думала, что она дойдет за неделю, но, увы и ах, почти два месяца это шло. Хорошо, что вообще дошло, на самом деле, да. Так что вот, Даша, не переживай, я думаю, моя открытка до тебя доберется. Просто это не так скоро, как мы, конечно, этого хотим. На это я повлиять, к сожалению, не могу. Распаковала, ребят, я, в общем, конвертики. Вот это мне пришло письмо от Алины. Она увлекается, да, она из Санкт-Петербурга, она увлекается фотографиями, делает фото. Знаете, мне очень напомнило свою Марину Михайловну, которая тоже любит, знаете, фотографировать листики, там небо, птицы, всякие веточки и так далее. Обожаю тоже такие фотографии. И, в общем, Алина, да, тоже фотографирует, делает вот эти nature photography, если это можно так назвать, да, и из них делает открытки. То есть это все распечатывает на открытки. Вот, то есть ее снимки, о, такой просто обожаю. Смотрите, как взлепательно, да, очень красиво выглядит. Вот такие здесь грибочки, всякие кустики, листики. Очень красивые фотографии, смотрите. Прямо вот успокаивают, когда смотришь на такие снимки, какое-то успокоение на душе прям появляется. Алина, ты просто мастер. Очень красивые фотографии, просто очень. Вот здесь профили есть. Алина Осиняя. Наверное, это профили в Инстаграм? Это-то другой, я думаю. Алина, огромное тебе спасибо за открытки. Я их использую для посткроссинга. Какую-нибудь, конечно, ставлю себе. Даже не знаю, какую. Наверное, наверное, либо грибочки, либо вот эту траву. И во втором конверте от Маши из Казани тоже, вы не поверите, тоже занимается творчеством. Только не фотографией, а сама рисует вот эти изображения. Господи, у меня столько творческих подписчиков. Я просто каждый раз удивляюсь. Вот все изображения, то есть здесь наклейки вот есть, да, это всё Маша нарисовала сама. Например, вот это она нарисовала, так понимаю, своего котика вроде она написала. Такие классные, да? Вот это особенно, конечно. Также открытки тоже Маша сама нарисовала. Котик на ёлке Мария Кондакова. Маня Кондакова. Вот, пожалуйста, её инстаграмчик. Такая вот открытка. Тоже она сама нарисовала. Господи, тоже хочу, тоже хочу сесть и что-нибудь сама рисовать. Это ещё не всё. Ещё в одном крафтовом конвертике. Здесь несколько открыток. Вот такого котика. Да-да-да, вот она пишется на боре. Открыток изображён мой котик. И на наклейке тоже позировал он. Всё. Это вот котик Маши. Он у неё рыженький такой, вот видите? Вот. Нормальная мордашка. Вот такой котик. Жалко, не написали, как его зовут. Но, в общем, вот Маша, ты просто чудо. Шикарные открытки. Сзади они сделаны вот так вот. Мечта требует труда. То есть их можно использовать как подарочные. На дни рождения, на всякие праздники. Прямо супер. Маша, огромное-огромное тебе спасибо за такую милоту, красоту. Опять же, наверное, оставлю одну-две открыточки себе, другие, может быть, буду использовать там, кому-то отправлять. Так, ребят, хотела вам показать, как выглядит мой живот спустя неделю родов. Родов, кесаревым, в общем, всего произошедшего. Вот эту тушу измазала, сейчас буду подтирать. Короче. Ну, понятно, что я сейчас колготки надела. Тут утягивается ещё. Ну, вот. Как-то так. То есть всё равно есть небольшой животик. Конечно, без колготок он больше, в любом случае. Но мне кажется, что он такой маленький в сравнении с тем, что было. Главное, да, прийти к формам, чтобы всё подтянулось, восстановилось. Я сейчас с этим сильно не запариваюсь. Всё постепенно, быстро такие дела не делаются. Как бы, надо для начала восстановиться уже полностью. А потом уже смотреть там на фигуру и над ней работать. Короче, накрасила ресницы, сейчас маленько подотрут. И всё, побежала я в клинику. Ну что, ребят, один зверь точно понял, что это лежанка, как сеточка. Уже воспользовались, да, Фифочка? Да, котик. Всё, он лежит. Запах китайского клея даже не смутил, я смотрю. Прям под её размерчик подогнали как будто. Короче, у нас на улице идёт снег. Там такая какая-то, я даже не знаю, полувьюга. Как будто декабрь. Ещё даже не ноябрь, блин, что вообще происходит-то? В общем, да, с Валерой сейчас, наверное, посмотрим что-нибудь на ютубчике. Ну вот удобная, конечно, штучка. Кстати, он там в ней так немножечко тонет. У нас ещё подставка для неё есть, надо собрать. Да, подставка такая, покачивать, чтобы в коконе ещё есть. Там типа овечка, Соня или что-то такое. Завтра, может, соберём и примерим, как это будет вообще. И можно будет вот здесь на полу так ставить и, короче, покачивать. Ну, удобная вещица, реально. Такая мягенькая. Я бы сама в ней поджала. Фифи, кстати, тоже её сегодня испытала. Да, она уже все испытала. Да, мне кажется, Фифи проверила всё, что только можно, что нельзя уже. Что у нас было для малыша. Так, мы сегодня идём к родителям, точнее, Валере сначала на тренировку. А так как это всё недалеко от их дома, я пока к родителям, Валера потом присоединится. Короче, вчера я сгоняла быстренько в центр, докупила ещё несколько дижонок и взяла себе... Ой, представляете, у нас реально зима. Поэтому взяла себе перчатки. У меня они всегда... Либо их нет, либо они теряются. Я не знаю, что такое. Это прям какой-то проклятий перчаток. Господи, какие длинные. Ну ладно. Зашла в Остин. Ну такие вот обычненькие, короче, прихватила. Хочу ещё взять себе несколько платьев подобных вот этому, таких тёплых на зиму. Чтобы поддевать, можно было нормально мне гулять. Вот, надо тоже пошерстить в интернете, что-нибудь, короче, заказать. Всё, мы сейчас с Валерой выходим. Идём снова с коляск. У нас ещё навалило снега, поэтому... Надеюсь, нормально дойдём. Короче, ребят, да, беру вас с собой. А ещё посмотрим реакцию Сандры. Как она вообще отреагирует на маленького ребёнка. Это очень интересно. Ну а мы держим путь к моим родителям. Нормальный взгляд, в принципе, такая. Сверху осень, снизу зима. Спасибо за внимание. Что происходит? Происходит холодно. Да, такой вот октябрь в этом году. В общем, да, сейчас посидим в костях родителей. Ну как, я посижу, Валера сходит пока на тренировку. Потом к нам присоединиться. Вот так. Так, Сандра, Сандра, Сандра. Воль похудела чуть-чуть, да? Сандрочек, пока не поймёт, что-то происходит-то. Что, она понюхала, да, маленькая? Понюхала, уже надо, потому что ты дружка. Потыкала носом. Ну сейчас, ребят, подснимала. Ну что, Сандра тут комментирует, что так хо-хо-хо-хо. Хочет с ней носиком, конечно, потыкать. Понюхала, посмотрела, тыкнулась. Не поняла. Ищет Грету. Сандрочка, а Грет это где? Без Греты пришли, да? Обычно с Гретой в гости приходим. А тут что-то как-то... А где вообще? Где тётушка твоя, как папа говорит? Тётушка. Ну потому что Грета же старше Сандры. И получается, что тётя. Дай мне лапку. Сандра, дай лапоньку. Дай лапочку. Давай. Молодец. Посиди рядышком. Вот так вот, да. Всё, Валера шла, в общем, на тренировку. Родители тоже любят включать такие вот заставки, как я дома. Тоже всякий джаз там. Всё в таком духе. Так, каш-то распаковала. Лежит, спит. Сейчас будем, в общем, пить чай. Витя, понюхай, Витя. Ну-ка. Ну, видишь, какой Витя у нас? Вон, какой. Вот он, Витя. Иди скорее. Комментирует. Витюшка. Витюшка. Ну-ка, иди, понюхай. Привыкай. Да вот у нас мойка-то, мы же вторую уже берём. У нас устраиваем. Ну что, выдвигаемся домой. Амонгоса одели. Надо будет на зиму купить ещё комбез такой, типа, детский. Всё, идём до дома, до хаты. Пошла на шапку, которая уже, наверное, лет 7 этой шапки. Телеграм выложила отрывок в видео, а у тебя в ней девчонки спрашивают, что за шапка. Ей, блин, лет 6 её уже нигде не купить. Это BeFree. Сейчас BeFree стал какой-то очень однотонный, серый. Мы от Суалерии, помнишь, в Сербурге, Валерия, сходили в BeFree? Я такая, думаю, сейчас куплю какую-нибудь яркую платочку. Там всё синее, серое, чёрное. Я не поняла вообще, что произошло с брендом. Раньше всё было такое яркое, классное. А сейчас просто, короче, грустно как-то. Так, ребята, мы дома. Только-только пришли. Короче, я сейчас хочу пересадить свой замиокулькас. Тот самый, Зензи. Который у меня появился буквально за несколько дней до того, как я легла в роддолг. Вот, его как раз пора уже пересадить. У меня тут много всяких грунтов, разрыхлителей, верлиты, вермикулиты, короче, куча всего. Сейчас посмотрю, что можно тут намешать ему из-за этого. И что, да, подойдёт как вообще субстрат. Ну, я думаю, вообще замиокулькасы, типа, непривередливые. Считается так, по крайней мере. Я уж не знаю, что касается Зензи. Будем тоже надеяться, что он именно такой. Вот. Сейчас подберу ему ещё горшочек. Вот он. Красавец. Короче, керамический, да. Керамический, у меня есть горшки. Вот пересажу в керамический. И расположим его как раз тоже, где он стоял под телевизором. У нас наметился очередной анбоксинг. Это у нас для кокона качалка. Анечка, сейчас посмотрим, что там внутри. Да. Давай вскавыривай теперь, твоя очередь. Вон, с той стороны есть. Вскавыривай. Виктор пока уснул. Хотя нет, что-то высматривает. Что-то высматривает. Так, главное, чтобы она... Да ты её положи, чтобы не упала. Смотрите, я Соня, твой новый друг. Вон, тут опять конструктор. Конструкция по сборке детской качалки. Овечка. Соня. Ну, здесь вот несколько пунктов. Вот, как двухсторонний. Вон. А, слушай, там можно мелко усилить, качаться. А потом, когда уже из кокона вырастет, можно просто в ней потусить ещё маленькому ребёнку, да. Нормоз. Ты у нас. Да это же прям так можно оторвать. Тут всякие припомыраться. Да вообще, что только нет. Ну, сейчас сборкой займусь. Да. Валерия сегодня занятия не уйдет. А, Фифи тоже есть занятия, в коробку тут тусить. Так, и сам с улевой. С овечкой. А, она белая? Я не знаю, она... Да, да, да. Чётко. Да и прям так, не жалей. Вот она. О, даже принт есть. А, это не принт, это фреза. Ну, это гравировочка на дереве. Да, клёво. Сейчас, сейчас соберу. Ну ладно, всё, Валера сейчас займётся. Ну что, ребят, пересадка завершена. Короче, вот так вот это всё дело выглядит. В общем, влезло у меня сюда три стебля. Ну, вообще, это не стебли считаются, а листья. Хотя, да, вот кажется, хочется называть это стеблем. На самом деле, у меня кулька сочетается лист. Вот. Короче, да, влезло три листа. Четвёртый что-то мне не поместился. Я его отдельно посадила в другой горшочек. Посмотрю, как будет проживаться. Вот этот большой пока же поливать не стала, потому что корни там такие какие-то напитанные. Мне кажется, лучше денька три просто постоять. И вот, который не влез, малыш, я его посадила в отдельный горшочек. Надеюсь, что всё будет ок. Посмотрим. Ну, вообще, за меня кулька сон такой не скоростной, конечно, по развитию, а по росту. Он такой медленный. Он не прихотливый, но, блин, медленный капец. В плане роста. Посмотрим, как тут что будет происходить. И Валера вот поставила качалку для кокона Соню. Вот так это выглядит. Сразу установились на кокон. Здесь, в принципе, удобно вынимать, засовывать. И слегка так вот покачивать можно. На самом деле, большой амплитуду можно делать, но это, я думаю, ни к чему. То есть вот так вот тихонечко как-нибудь. Хоп. Ну, короче, ждем, когда Фифи залезет и будет качаться. Я так понимаю, да? Удобно, когда фильм смотришь, слышишь, как-то. А, да. Там ногой, да, удобно? Ну, просто за боковиной. Угу. Да, слушайте, реально. Так, сидишь, так хопа. Что-то хочешь теорию большого взрыва пересмотреть. Мы из детства Шилдона не досмотрели. В смысле? Мы не досмотрели детство Шилдона? Там же сезон, это и вот идут. Так о чем мы ждем-то? Или надо найти просто, где смотреть, да? Да. Сейчас это проблема. Детство Шилдона, да, клевый сериал. Короче, ладно, ребят, завтра, наверное, досниму этот вложик. Ну и переключайтесь. Сегодня я повезу Грету на стрижку. Хотели сделать так, чтобы Валера повез. Ну, Валера говорит, может быть, тебе лучше прогуляться. Говорит, ну ладно, короче, съешь, тогда я. Короче, сегодня с воскресенья. Грету мы снова, блин, запустили. Надо было раньше стричь. Но, конечно, да, то одно, то другое. Плюс вот это вот было под вопросом. Когда я поеду в роддом, вдруг там схватки, вдруг чего. И, короче, отложилась у нас Гретина стрижка до времен, когда уже рожу. Вот, я родила, и поэтому сгоняю с ней. Вот, может быть, заодно зайду в глобус, пока что не знаю. Сейчас у нас в гостях, кстати, моя мама. Она сварила компот сухофруктов. Вот, это вообще мой любимый данный компот. И вообще один из любимых напитков вообще в мире, который только есть. Также она сделала немного сухофруктов, чтобы я еще потом сама сварила. И если я зайду в глобус, то, может быть, закуплю. Чтобы был, как говорится, впрок. Такой у меня сегодня макияж. Это я снимала рекламный Reels. С муки, сияющий. Вот, мама пока там сидит с малышом. Я сейчас минут 20 прям полежу. И уже все, повезу, короче, Гретина. Еще у меня какая-то невероятная сухость началась вокруг ногтей. Вот именно кутикула, кожа вокруг ногтей. Вот это все так болит. Это все какие-то заусенцы, какие-то болячки. И не понимаю, когда я так успела иссушить эту часть. Вообще рук. Но это ужасно. Прям болит. Мажу постоянно кремом. Нужно какое-то питательное масло еще. Чтобы это все напитывать, избавиться от этих ужасных ощущений. Потому что прям противно. У меня тут на окне блин завал. Всяких рассылок. Покупок из золотого яблока. Заказы у меня были. Я решила для себя, что буду радовать себя раз в месяц. Делать заказы в золотом яблоке. Я в последний раз тоже заказала очень много средств по ее. Несколько вот еще декоративных штучек. Еще даже не успела все распаковать. Вот здесь у меня это все дело лежит. Ждет своего часа, как говорится. Этот вообще был подарочек. Ну, короче, надо это все разобрать. Пользуюсь вот этим кремом для рук от Йоп. Но, конечно, сейчас он будет уже слабоват. Плюс мои новые проблемы за усинцами и такими неприятными ощущениями. Конечно, да, он такой более увлажняющий, легкий. Он все-таки прям летний-весенний. Сейчас на зиму нужно будет что-то такое посолиднее и пожирнее. Но очень приятно. Все, ребят, я дома. Вот и поисечку у нас. Свежий, ароматный. Все, мы прочистили, постригли. Ушки, как у медведа. Селок всегда. Короче, я тут заходила в глобус. Купила дренаж керамзитовый, потому что у меня закончилось вот это вот все дело. Если я что-то буду, то в том, типа, пересаживать. Пила себе вот такую кашу из полбы. Мгновенную. Не знаю, вкусно это, нет. Ну, завтра буду пробовать. Может быть, бананы сюда добавили, что такое. Да, она не требует варки. Так что потестим. Еще взяла вот такой горшочек. Называется бутон. Было несколько расцветок, но мне кажется, такой серый-белый самый симпатичный. Также я взяла два чая от Кантата. Вот такие названия. Леди Грей и Черный Самурай. Я нюхала. Прям очень прикольные такие ароматные. Здесь вот, короче, бергамот, цитки, черный чай, гиностема. Гиностема, кстати, не знаю, что такое. Черный чай с травой бессмерти. Гиностема и васильком. Напитка имеет нежный фруктовый вкус. Стенками манго способствует нормализации артериального давления. Кстати, вот это мне нужно. У меня как раз там все скачет. Еще взяла вот такой эспумизан бэйби. Очень многие педиатры на ютубе советуют. Вот, пусть у нас будет запасочка. Также, представляете, всего за 180 рублей вот такой вот стендапсусы. Пепреном взяла. Они неприхотливые очень. Он прям такой маленький-маленький. Посмотрим, может ли он тут у меня начать разрастаться. Конечно, в холодное время года я в этом сомневаюсь, но пусть будет. И вот как раз в этот горшочек его и посажу. В общем, такие вот глобусные покупки. Заспитленный рот, живота на спину, а в 4-5 месяцев они уже едят полу билет, которые давно ходят. Итак, ребят, влог я закончу на ноте того, что я пересадила стендапсус, который купила в глобусе. Как раз в этот самый горшочек, который я и взяла там. По-моему, смотрите симпатично. Теперь, конечно, главное, чтобы он прижился, чтобы там крышкам понравилось. Земля, конечно, была супер увлажненная. Вот этот вот дренаж, в котором все продавалось, просто нечто. Там вообще глина просто какая-то мокрая была. Естественно, сейчас будет немножечко подсыхать, будет посуше. Да что там у тебя, Грета? Ну, я надеюсь, что приживется хорошо. В общем, вот. Да, на этом я буду заканчивать этот влогик. Ребят, спасибо вам за просмотр. Это такой первый влог после рождения малыша. Всего понемножечку в нем было. Дальше, надеюсь, будет интереснее. Короче, да, спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на телеграм-канал. И увидимся с вами скоро. Пока.